Как в Татарстане менялись цены на автотовары и автоуслуги? Анализ от Банка России. Семь человек на место. Конкуренция среди сисадминов и их зарплаты растут. В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Как Росстат это высчитал? И на что теперь тратят деньги разбогатевшие граждане? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин поддержанные иномарки подорожали не так значительно, как это было в июне 2023 года. Поэтому годовой перерост цен на них снизился. С другой стороны, ускорился в годовом выражении рост цен на мойку машин. Причина в выросших расходах в таких сервисах, в том числе на оплату труда сотрудников. В целом годовая инфляция в Татарстане, в отличие от большинства регионов Приволжского федерального округа, в июне этого года практически не изменилась, составив 8,5%. Она была ниже, чем в России. Для снижения инфляции в стране до цели вблизи 4%, Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время. В Татарстане спрос на сисадминов за год вырос почти наполовину. У нас и в других регионах Приволжского федерального округа сейчас открыты без малого 2000 новых вакансий для системных администраторов. Профессия эта входит в топ самых востребованных в IT-сфере. Она на четвертом месте по спросу у компаний. Впереди только программисты, специалисты техподдержки и аналитики. На одну вакансию сисадминов в Татарстане сейчас приходится 7 желающих это место занять. Это хороший уровень конкуренции. Работодателю есть из кого выбирать. В Поволжье самая высокая конкуренция среди сисадминов. В Мордовии там 15 резюме на одну вакансию. Оренбургской и Ульяновской областях по 12. Зарплаты для системных администраторов за год выросли более чем на 10 тысяч рублей и уже достигают порядка 69 тысяч рублей. В Татарстане тоже есть рост предлагаемой зарплаты до 64 и 700 тысяч рублей. Прирост на 14,5 тысяч. В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в июле этого года попали сразу несколько актуальных предложений. Так, на зарплату до 200 тысяч рублей предлагают работу системным администратором в Казани. До 130 тысяч рублей в Чебоксарах и до 160 тысяч рублей в Оренбурге. В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Высчитал Росстат и поделился радостью. Произошло такое в России впервые за последние 20 лет. Более ранних исследований нет. Так вот, никто из российских семей, которых опрашивали, не сказал, что им не хватает денег на еду. А год назад говорили, одна десятая процента респондентов так отвечали. 20 лет назад почти 4,5% жаловались, что не доедают. Но это еще не все радостные новости от Росстата. Стало меньше семей по их собственному признанию, которые не могут себе позволить товары длительного пользования. Меньше на 1%. Тех семей, которые могут купить еду, а купить одежду и заплатить за квартиру уже с трудом, таких стало меньше на 2%. А вот семей, которым хватает на еду, на одежду, на товары длительного пользования, но не хватает на покупку машины, квартиры или дачи, стало больше на 2%. Таких семей теперь в стране больше, чем треть. Россияне стали больше денег оставлять в фитнес-центрах, высчитали специалисты чек индекса. В спортзалах, фитнес-центрах средний чек за год подрос на 9%, 3675 рублей – это разовый платеж, покупка стала больше на 6%. Если люди оплачивали занятия в зале в онлайне, то средний чек был уже 5,5 тысяч рублей – это на 16% дороже году. И оплат таких на 67% больше, чем год назад. У аналитиков чек индекса есть несколько объяснений такому росту. Здоровый образ жизни стал популярен в городах, в новых микрорайонах обязательно сразу появляются спортзалы. Кроме того, фитнес-индустрия перестроилась и стала предлагать варианты, при которых не надо сильно тратиться на дорогое оборудование. Например, йога, пилатес, растяжка. А еще мощным фактором увеличения оборотов стали клубные карты, подписки, акции, скидки, купоны в онлайне. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok